Те, кто, что называется, слабенькие, сейчас могут поплакать, а остальные, да, давайте, держитесь. В любом случае, ваши истане, поймите, это доказательство очень короткое, очень симпатичное. Итак, мне нужно по-прежнему ту самую задачу, мы решаем, да, все понятно, но мы ее сейчас решим в совершенно неожиданном способе. Единственное, мне нужно много чего вам напоминать, потому что наверняка вы это все забыли. Напоминание у нас такое, у нас была функция, есть и в X. 1 плюс X, плюс X в квадратных 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 умножается на e в степени b, то это то же самое, что e в степени a плюс b. Было такое? Отлично. Я перенесу единицу справа налево и получу такую запись e в степени x минус 1. И возведу это в n в степень. Что у меня будет здесь? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, мне важно, что вот это выражение делится на x в степени n. Согласны? Вот здесь есть x и более высокие степени. А свободы вообще-то здесь нет. Значит, когда разведешь в n в степень, с чего начнется это выражение? Конечно, с x в степени нет. На самом деле, если сильно хочется, можно написать и какой там будет коэффициент при x в первой степени. Давайте я объясню. То есть нужно из всех скобок взять x в первой степени, а из одной скобки взять x в квадрат пополам. Эта одна скобка выбирается n в ряд. Так? Значит, на самом деле, будет x в степени n плюс 1 умножить на этот квадрат. Правильно? Ну, выбираем одну скобку, и там х в центре равен от 2. А при желании можно и при x в степени n плюс 2. Это будет, правда, сложнее, потому что либо вы берете из одной скобки x в квадрат, и это можно сделать из другой скобки, поэтому это будет n в 3 на 6. Либо вы из двух скобок берете одну вторую. Поэтому надо еще взять и число сочетаний из n по 2 умножить на одну чернадцать. Ну, и чернадцать, чем хуже. В общем, что-то такое есть. Важно, что начинается это на x в степени n. Согласны? Угу. Согласны? А теперь, ребята, смотрите, мы же можем сделать так. Сначала раскрыть это по биному Ньютона, а потом вспомнить, что такое e в степени x. Давайте это сделаем. e в степени x минус 1 в степени n. Это будет e в степени nx минус число сочетаний из n по 1. e в степени n минус 2x минус и так далее, и так далее. Согласны? Угу. Формулой это записывается следующим образом. Сумма. e в степени kx. Ой, слушайте, можно n минус х лучше? Чтобы было вне. n минус kx. Где k пробегает значение 0 до n. Теперь смотрите, число сочетаний из n в х и минус 1 в степени k. Заметьте, пожалуйста, число сочетаний уже есть. Есть? Угу. Есть. Число сочетаний, потому что бином Ньютона. Минус 1 в степени k есть. Это потому что разность. Была разность, а она дает вот это самое чередование знаков. Отлично. А теперь нужно просто-напросто вспомнить, что вообще-то для e в степени у нас с вами есть вот тот ряд. И, внимание, мы сейчас посмотрим на коэффициент при x в степени s. Коэффициент при x в степени s. Смотрите, почему он равен? Если s меньше, чем n, то он просто 0. Если s равно n, то это единица. Если s – это n плюс 1, то это n плюс 1. Ну и так далее, да? Так вот, пусть для начала s будет меньше, чем n. Тогда коэффициент будет 0. Хорошо. Пишем 0. Чему это равно? Вообще, где здесь у нас x в степени s? Оно делится на s в степени s. Так? Значит, надо взять n минус k. Ну, естественно, сумма. Без этого никак. Сумма от 0 до n. Надо взять n минус k в степени s. Надо взять число сочетаний из s до s. И надо взять минус 1 в степени k. Так, договорились? Договорились. Ну, а, по-моему, вы уже понимаете, что это такое. Надо опять обозначить n минус k новой буквой. Извините. Так, вот у нас случилась такая форма. Теперь надо опять ввести переобозначение. n минус k обозначаем новой буквой r. И тогда, собственно, у нас уже ровное выражение было. И мы помним, что здесь будет минус 1 в степени. Да? n отойдет. И, в общем, все получится. Так. Если же s равно n... Ой, я забыл. Я, извините, забыл, что здесь еще надо, конечно, разделить на s факториалов. Ну, поскольку у меня фиксировано s, то это вообще не важно. Но когда s равно n, наоборот, это важно. Потому что как раз у нас этот самый факториал возникает. Тут возникает единица. И там при обозначении n минус k новой буквой возникает то самое минус 1 в степени ряда. В общем, все получается. В знаменателе возникает n плюс 1 факториал. Оно туда поднимается. Да? И коэффициент будет n умножить... А! Так все хорошо. Смотрите. Когда n плюс 1 факториал умножаешь на n пополам. Это же как раз и есть. n факториал умножить на сумму чисел от 1 до n. Поняли? Еще раз. Если s равняется n плюс 1, то здесь будет n плюс 1 факториал. А здесь будет коэффициент n пополам. Когда мы поднимем, будет из знаменателя вверх. То будет n плюс 1 факториал умножить на n пополам. А это то же самое, что n факториал умножить на n на n плюс 1 пополам. А n на n плюс 1 пополам это и есть сумма числа от 1 до n. У нас такой ответ был. Все сошлось. Все сошлось. Сошлось. Потем объяснить. Продолжение следует...